Библейский портал экзегет.ру представляет 15 глава второй книги «Цари» для библейского портала «Экзегет». Читаю свой перевод. В 14-й у нас Афшалом, сын Давида, который убил своего сводного брата Амнона, возвращается из изгнания в Иерусалим и, более того, добивается того, чтобы Давид его принял обратно. Ну вот, убийство осталось ненаказанным, неотомщенным. Как до этого изнасилование сестры Афшалома осталось ненаказанным, неотомщенным. И вот, ну, есть такое, есть такое у знати, у правителей, у элиты, что своих не наказывают. Но, наверное, вот как раз эти главы так подробно описывают эту историю, чтобы показать, что из этого получается. Когда своих не наказывают, когда царский сын в любом случае остается царским сыном, и ничего с ним худого не произойдет. После этого Афшалом завел у себя колесницу с лошадьми, и 50 человек, которые бежали впереди нее. Только что он был изгнанником, теперь он там пышнее царя живет. Афшалом поднимался рано утром и вставал у дороги подле городских ворот. Если проходил какой-нибудь человек, который пришел к царю, чтобы тот рассудил его тяжбу, Афшалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого-то города, тут отвечал слуга твой из такого-то племени Израилева. Тогда Афшалом говорил ему, дело твое верное и справедливое, но некому у царя тебя выслушать. Вот, наверное, первое в истории описание популизма. Что такое популизм, когда некий политик, Афшалом тонкий политик, добивается народной любви не потому, что он хорошо делает народу, а потому, что он говорит народу то, что тот хочет услышать и раздает обещание. Но некому у царя тебя выслушать. Добавлял Афшалом, сделали бы меня судьей в стране, когда всякий приносил бы свою тяжбу мне на справедливый суд. А когда кто-нибудь подходил, чтобы поклониться ему, Афшалом сам протягивал руку, обнимал подошедшего и целовал его. Так поступал Афшалом со всяким израильтянам, который только приходил к царю на суд, и вкрадывался Афшалом в сердца всех мужей израильских. И лаской, и посулами, и лестью пришел кто-то, и говорит, ой, я там судиться у царя буду. Да-да-да, ты прав, ты все правильно делаешь. Вот главный принцип популизма – обещать всем все и не нести никакой ответственности за него. И, конечно, очень часто популизм популярен, потому он так и называется, от слова «populus народ». И народ в это верит, народу приятно, народ не задумывается, чем все это может обернуться. По прошествии четырех лет, да, как он долго готовит эту спецоперацию. По прошествии четырех лет Афшалом попросил у царя, «Разреши мне пойти исполнить в Хевроне обет, который я дал Господу, еще когда жил слуга твой в Гешуре Арамейском, ну, то есть в изгнании. Если вернет Господь слугу своего в Иерусалим, послужу я Господу». Ну, то есть тогда он обещал принести кинь жертвы в Хевроне, да, совершить какое-то особое моление. Царь сказал ему, «Иди с миром». Тот отправился в Хеврон. Афшалом разослал своих людей по всем племенам Израилевым, приказал им, когда они услышат, как трубят в руках возглашать, а Афшалом царствует в Хевроне. А ведь Давид сам начинал царствовать в Хевроне. Хеврон — это такая вот точка сборки, да, как французских королей всегда короновали в Руанском соборе, не в Париже. Ну, так сложилось исторически. Вот в Хевроне провозгласили царем Давида, и Афшалом тоже станет царем в Хевроне, а постепенно займет место Давида, своего отца. С Афшаломом из Иерусалима пошли 200 человек по его приглашению. Они были тут ни при чем и не знали его замысля. Афшалом, пока совершал свои жертвоприношения, также вызвал Ахитофела, советника Давида, из его родного города Гелом. Заговор был мощным, и вокруг Афшалома собиралось все больше людей. Спецоперация, видите, он после изгнания сначала втирается в доверие к Давиду через Юава, потом собирает вокруг себя множество израильтян, простых людей, которые, может быть, там, ну, всегда есть чем быть недовольным в текущем положении деланным, обещают, что при нем все будет совершенно иначе. К Давиду пришел вестник и сообщил «Сердце народа на стороне Афшалома». Тогда Давид сказал всем слугам, которые были при нем в Иерусалиме, «Давайте бежать, потому что не будет нам пощады от Афшалома». Вот не наказывал отец сына за явное преступление, теперь сын делает, что хочет, и считает отца таким слабаком, которого надо просто убрать с дороги. И Давид понимает, что человек, который так себя повел, не оставит его в покое. «Срочно выступим в путь, пока он нас не захватил и не причинил нам беды, и город он тогда предаст мечу». Царские слуги ответили царю, «Что бы ни решил господин наш царь, мы твои слуги». Царь вместе со всем своим домом отправился в путь пешком, но десять своих наложниц царь оставил смотреть за дворцом. Царь и весь народ шли пешком, они остановились сначала в дальнем дворце». Ну, то есть какой-то путевой, очевидно, дворец, как это часто водилось на дороге. Вряд ли особенно шикарный дворец. И вот они бегут из Иерусалима, собственно, не понимая, что дальше, куда идти, как быть, что остается еще. Все его слуги шли подле него. А кирититы и пилититы вместе со всеми гетитами, 600 человек высших, вместе с ним изгады, выступали перед царем. Это какие-то ударные отряды. Кирититы, пилититы, мы не знаем точно кто. Наемники, вероятно, с Крита, но до конца не знаем. Кирититы, может быть, как раз Критине. Ясно, что были у многих царей, у Давида тоже вот такие особые ударные отряды иноземцев, потому что они не связаны ничем ни с кем. Да, вот народ можно склонить на сторону Афшалома, эти критине, они там чужаки. Понятно, им только от своего господина можно ждать чего-то хорошего. Они ему верны в любом случае. И еще гетиты из гата филистимовские бойцы, 600 человек. Впервые мы, кстати, встречаем их упоминания. Те, кто пошел с Давидом, когда Давид из филистимской земли отправился в Израиль уже, чтобы царствовать. Вот, оказывается, и филистимы там какие-то были. Царь спросил гетиты и тай, «А ты зачем пошел с нами? Вернись и оставайся с новым царем, ведь ты чужак, изгнанник из родных мест. Только вчера ты пришел. Стану ли сегодня заставлять тебя пускаться в путь? Куда я отправлюсь и сам не знаю, так вернись же и возвратись своих братьев с тобой. Верно и честно вы служили». Вот он предлагает, да, что вы не связаны со мной никакими обязательствами, поэтому хотите, возвращайтесь. И тай ответил царю так, «Клянусь Господом и Господином моим царем, где бы ни оказался Господин мой царь, будь он мертв или жив, там будут и твои слуги». Ему некуда идти, да, из родных краев он ушел. Порвался этим, а то в шалом ему ждать хорошего не приходится. И сказал Давид и тай, «Тогда выступай в путь». И тай выступил тогда в путь вместе со всеми людьми, какие у него были, и обозом. И пока народ шел, все жители страны по дороге рыдали громким голосом. Так царь перешел поток кедрона, весь народ отправился по дороге, что вела к пустыне. Был там цадок, а с ним все левиты, носившие ковчег завета Божьего. Они поставили ковчег Божий, а в Ятар приносил жертвы, пока народ не закончил выходить из города. Ну вот такое торжественное шествие, которое вроде и бегство, а внешне не похоже. То есть приносится жертва ковчег Господний с ними. Даже в такой критической ситуации Давид сохраняет размеренность и упорядоченность этого богослужения. «И сказал царь Садок, возврати ковчег Божий в город. Если будет благоволись ко мне Господь, то возвратит и меня, чтобы мне увидеть его на прежнем месте. А если решит он, что не угоден я ему, то вот я, пусть поступает со мной, как будет ему угодно». То есть, смотрите, до сих пор этот самый ковчег даже в военные походы с собой брали. Там мы читали описание, когда воевали с амманитянами, ковчег тоже был в поле. И здесь тоже надо бы его взять с собой, потому что это же царь, при нем ковчег, главная святыня, вот вместе, светская, духовная и все прочее. А он говорит, нет, не нужно. Со мной Бог. А если Бог не со мной, то ковчег не поможет. Я к нему вернусь, а он меня не защитит. «И еще сказал царь священнику Садоку, смотри, возвращайся с миром в город, и вы сами, а с вами твой сын Ахимаса, сын Авиатара Йонатан». Первосвященник на его стороне, конечно. «Смотрите, я подожду у брода в пустыне, пока не поступит от вас известия». Вот как. Одновременно они станут его резидентуры. Город займет овшалом со своими повстанцами. Но священники будут сообщать Давиду о том, что происходит. Возможно, возможно, найдут способ повлиять на происходящее. Не военным, конечно, путем, но советом. И такая история действительно произойдет. «Садок и Авиатару возвратили ковчег Божий в Иерусалим, а оставались там. А Давид поднимался на Масличную гору, он шел и плакал, голова его была покрыта и ноги босса». То есть он в таком траурном наряде, он понимает, что его предал его собственный сын, сын которого он не стал даже, в общем-то, упрекать за убийство брата, не говорил, что там, отстранять от достоинства царевича. И он понимает, что, собственно, все рухнуло. Даже, может быть, он и вернется. Но вот эту ситуацию уже не исправить. И вот мы приходим к тому самому наказанию, которое когда-то возвестил Натан Давиду за то, что он сделал с большевой женой Урии. Вот его преследует меч, собственный сын, в собственном доме находятся его противники. Весь народ, который был с ним, шел с покрытыми головами. Все они шли и плакали. Покрытая голова – жест траура. Давиду сообщили, «Ахитофил среди сторонников Афшалома». И Давид сказал, «Обмани советника Ахитофила, Господи». Ахитофил – главный мозговой центр. И он против него. И теперь только надежда на Бога, что он сможет каким-то образом разрушить эти его замыслы. Когда Давид зашел на вершину горы, где поклонялись Богу, вот, видимо, в разных местах это было, то навстречу ему вышел хушай аркит. Его одежда была разорвана, голова посыпана прахом. Давид сказал ему, «Если ты пойдешь со мной, будешь мне только в тягость. Но если ты останешься в городе и скажешь Афшалому, я слуга твой, прежде я служил твоему отцу, а теперь стану служить тебе, ты сможешь ради меня обойти советника Ахитофила. С тобой там будут священники Цадока и Ахитофила. И все, что только услышу о событиях в царском дворце, передавай священникам Цадоку и Ахитофилу. Там с ними двое моих сыновей, Ахимат сын Цадока и Йонатан сына Вьятара. Двое их сыновей, Ахимат сын Цадока и Йонатан сына Вьятара. Передавай через них мне все, что услышишь. Хушай, друг Давида, отправился в город, и как раз в Иерусалим вступил Афшалом». То есть, смотрите, Давид уходит, но он оставляет своих сторонников, которые должны будут ему обо всем сообщать. И самое главное, вот этот самый Ахитофил – мудрый советник. И нужно сделать все, чтобы его совет не был принят, потому что наверняка он будет правилен. Вот Давид не только воин, но и, я бы сказал, очень умелый такой политик, или, если хотите, разведчик, который выстраивает всю эту ситуацию. А самое главное, он же воюет с собственным сыном. И его задача – не победить в военном столкновении, что он делал не раз с разными народами. И его задача – переломить ситуацию, каким-то образом разрешить начинающуюся гражданскую войну. А что произойдет? Следующая глава.